всем привет с вами дмитрий михайлов на канале comment by сейчас хочу вам рассказать немножко про вот такой вот сегмент который называется проходной сборник конденсата где он ставится он ставится я вам показывал на одном из объектов в конце видео я сделаю ссылочку по котлу вайленту как отправляется конденсат который собирается в горизонтальных участках смотрите вот это разводитель это стандартный разводитель на budero slagomax конденсационный котел обязательно смотрите чтобы на конденсатниках вот эта вот труба внутренней была пластиковая ни в коем случае она не может быть алюминиевая поэтому если вам продают и говорят она пойдет алюминиевая нет она не пойдет она должна быть пластиковая от это забор воздух он уже идет алюминиевая ставочка такая ну красиво да супер а теперь смотрите в горизонтальных участках всегда образовывается конденсат я сейчас говорю не про выход газов конденсат который отправляется в сторону котла про горизонтальный участок когда вы уходите в стенку в стенку именно улицу также можно использовать и внутри помещений но на улицу это сам актуальная проблема ставится такой вот сборник проходной его задача следующую он вставляется таким вот образом по внутрь трубы сейчас резинка мешает вот так вот ставится дальше ставится угол 90 градусов виден да система собирается по конденсату и все и дальше метраж как вы хотите собирайте то есть конденсат который образовывается и уклон делается в сторону котла почему сторону котла чтобы конденсат стекал вниз и вот здесь через сборник конденсата отправить его в канализацию потому что если сделать вот таким вот образом под наклоном только не со который будет образовываться здесь он будет попадать на фасад и это не есть хорошо я так считаю поэтому если уже пошло то в европе вот так неважно под воздух либо под газ да когда турбированные котлы закрываются не отправляет вниз они отправляют вот таким вот образом для того чтобы конденсат стекал вниз просто дело в том почему так делают если откроете наши инструкции которые техническую по котлам у нас направлено вниз не знаю кто это пролоббировал каким строительным нормам они вообще отталкивались скорее всего из-за того что таких вот сегментов просто у кого-то не оказалось вот такой сборник конденсата ставится для того чтобы конденсат отправить им на нижнюю точку когда это турбированный котел то он ставится вот сюда можете на два поставить нет проблем и конденсат который стекает стекает вниз но здесь одна проблема вот это вот разводитель сейчас вот минске на какой сегодня август месяц я не нашел проходных сборников конденсата к сожалению стандартных заводских они алюминиевые идут снова же в ссылочке вы посмотрите по вайленту куда я закрывал вопрос по-моему аристон я ставил сейчас их нету поэтому я был вынужден обратиться своему поставщику не к на витрине такой сборник конденсата был это не стандартная продукция это витринная продукция но и когда я приехал туда появилась следующая проблема то есть вот здесь юбочка внизу которую видно и не видно давайте покажу видите вот эта юбочка сюда собирается конденсат она собрана по дыму понимаете то есть она собрана с учетом того что вот сюда уже труба одевается понимаете про что я говорю а должна собираться вот сюда я начал немножко узнавать информацию обратился еще одному поставщику которую привез литовские дымоходы вилпро вернее такой вот наборные элементы классный производитель супер мне нравится он ну очень хорошо делает но они тоже сделали таким образом видите они одинаково они практически идентичны скорее всего кто-то скота у кого-то я даже предполагаю у кого есть такой производитель дарка который делает дымоходы но не газовая не делать первую очередь они на низколлегированной трубе делают акцент на каминах но комплектующих каминами и вот это сборник конденсата он ставится на камин только вот эта трубка она ее нету и на каминах когда вы ставите эту систему по дыму и следующую систему то есть здесь еще должен быть раз труб он недоработан то здесь будут должны быть два плюса плюс плюс и тогда его можно адаптировать под камин чтобы конденсат тек вниз поэтому я не знаю кто у кого катал кто у кого подсмотрел но это два сборника они неправильно единственно что наши сделали наши это белорусы потому что я работаю республики беларусь город миска вот эта толщина 08 от эта толщина идет 0606 или 05 и животных он диаметре определить поэтому я его буду видоизменять покажу вам в одном из следующих своих видео как я адаптировал его таким образом чтобы система все-таки собралась по конденсату придется болгарочку взять подрезать до гофру накрутить ну как бы не было все решается это металл с ним можно работать 08 нет поэтому я его возвращу с ним ничего ты не сделаешь никакой гофру здесь таких условиях полевых не сделаешь поэтому обращайте внимание что вот эти вот юбки чтобы конденсат он был собран по конденсату а здесь он собран по дыму так не должно быть вот этот поставщик он говорит что это горизонтальная один из менеджера говорит что горизонтальная но смотрите если даже это горизонтально то когда вы одеваете следующую трубу вот эта часть собрана по дыму и конденсат может попасть вот отсюда когда он поплетит у вас отсюда с этой точки ну хоть здесь есть газоплотная резинка все равно это ненадежно все мы должны собираться по конденсату вот таким образом и спускаться вниз тогда все будет четко надежно и вы видите когда в канализации проблем у вас дальнейшем процессе эксплуатации котла дымохода не возникнет все надеюсь кому-то эта информация была полезна с вами был дмитрий михайлов коммент бай еще раз напоминаю что мой канал посвящен именно дымоходом ну и в малой степени камином которые я запускаю снова же для проверки как работает мой дымоход все сам хорошего настроения подписывайтесь на мой канал заказ и монтаж дымоходов покупайте меня конечно дымоходы до новых встреч пока и и Продолжение следует...